Четыре города вам сейчас назову и, по сути, ваш прогноз хочу услышать. Днепр, Днепропетровск, Харьков, Одесса и Киев. Это города-миллионники с мэрами соответствующие, которые есть сейчас. Имеют ли они шансы остаться в своих местах? Вы хотите узнать, кто будет, на мой взгляд, мэрами этих городов? Да, именно так. Поехали. Днепр. Не знаю, может быть, Филатов и удержится. Не знаю, не вижу претендента. Харьков уверен, Кернес победит. И победит по праву, потому что я с ним 3000 раз не согласен во взглядах на Украину и на Россию. У нас большие разногласия. Но то, что он выдающийся мэр, я всегда говорил и говорить буду. Он сделал из Харькова прекрасный город. Поэтому харьковчане отдадут ему сторицей за заботу о них голосами. Вы сейчас себе противоречите. То есть харьковчане смотрят на вылизанный Харьков-конфетку и готовы проглацать за Кернес. Конечно. Так он им сделал город. А я вам говорю о Зеленскому, который строит сейчас дороги, школу. И вы говорите, это не работает. Он строит, а Кернес уже построил. Вот же разница. Смотрите, если вы в Харькове, я в Харькове бываю часто, если вы в Харькове, поговорите с простыми харьковчанами, как говорит Геннадий Адольфович, простые харьковчане вам скажут, что Геша классный мэр. Все. И я говорю, он классный мэр. И ему я говорю, ты классный мэр. Мне не нравится, что ты думаешь о России и Украине. Мне не нравится. Я ему говорю, но ты классный мэр. И я говорю, во, молодец. Поэтому Кернес пройдет в Харькове. Одесса. Одесса. Мне не нравится Труханов как мэр. Не нравится. Мне не нравится его связь с Россией. Мне не нравится его связь с Россией. Она не показана еще так. Мне, повторяю, не нравится его связь с Россией. На мой взгляд, у него сепаратистские взгляды. Это на мой взгляд. Я с ним не знаком. Может, я с ним познакомился, он бы меня переубедил. Но пока мне не нравится. Мне не нравится, в каком состоянии моя любимая Одесса. Мне не нравится, что там рушится весь фонд. Что вообще Одесса один из моих самых любимых городов в мире. Я обожаю Одессу, обожаю. Кстати, есть плюс в том, что она сохранилась, центр, в первозданном состоянии, потому что когда ты заходишь в эти дворы, которые помнят Бабеля, Ильфа Петрова, Олешу, Багрицкого, Катаева и еще миллионы людей, Мишку Япончика, ты оказываешься в заповеднике. Но Труханов плохой мэр. Но отдайте альтернативу. Кто же может его победить? А вот это другой вопрос. Это главный вопрос. Поэтому я прогнозирую, что Труханов может остаться. К сожалению. Теперь, что касается Киева. В Киеве будет борьба. Борьба нешуточная. Я уверен, вы знаете мое отношение к Виталию Кличко. Я никогда его не скрывал. Я люблю Виталия Владимировича Кличко как человека, как великого боксера. Он красавец. Но что касается его как мэра, вот здесь будет борьба. И у меня есть ощущение, что Виталий Владимирович может проиграть. Потому что мы увидим за пару месяцев, повторю то, что я говорил уже, мы увидим за пару месяцев появление нескольких человек, которые просто вот так все перепутают в борьбе за постмэра Киева. Это уже вам известные фамилии? Конечно, неизвестные. Вот кто это? Конечно, ну да. Мы их знаем? Ну да, я сейчас скажу. А мы их знаем, этих людей? Ну я сейчас скажу. Конечно, конечно. То есть это какие-то действующие политики? Это выйдут люди, и все сразу вот так вот все перемешается. Потому что те, кто надеются сейчас на одно течение выборов, оно будет совершенно другим. И Виталию Владимировичу придется тяжело. Но он же чемпион, он же великий человек. Вот будет бой. Это здорово, что будет бой. Во всяком случае, мы это увидим за пару месяцев. Я просто не могу понять, это люди, это киевляне, которые уже здесь что-то делали. Я не скажу больше ни слова. Я понимаю, что вы фамилию можете только на ушко шепнуть. Я больше даже ни слова не скажу. Я уже достаточно сказал. Будет весело, будет интересно. Интересно.